Мой бед к вам. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да. Еще раз присылаю. С зовут меня Дима Лазарев. Представляю компанию RealWeb, где я работаю работителем отдела веб-аналитики. В рамках моего доклада поговорим про построение отчетности с использованием, в том числе, BI-системы. Business Intelligence. Ко, да? B-системы. B. B. Понимаешь? Ко, да, вещество. У нас здесь есть сыроеды, понимаешь? Есть вегетарианцы. Это не та презентация, да. Эта пирамида неустойчивая. Она упадет. В каком месте? Скажи, в каком месте она? Она падает. В каком месте она упадет? Я сейчас не могу. На каком шаге она упадет? Я тебе дал плачку в корм. С на основной? Дамы и господа, сегодня на арене цирка весь вечер. Э, они, уважаемые, надеюсь. Вот эта пирамида более устойчивая. О, ну конечно, в ней стерки-то потолще. Ладно, не мешай. Моя тема напрямую связана с такой историей, как маркетинг на основе данных. Нынче очень популярный. Наверное, как просматривая карты, а второе визууме на CatHunter, вы увидите, принимать решения на основе данных и прочее. Что же такое решение на основе данных? Можно посмотреть на данную пирамиду и понять, на базе чего они принимаются. Можно выделить три этапа. Самая база — это сбор данных, источники данных, откуда мы будем собирать эти самые данные. Дальше нам надо эти данные как-то свести в какую-то единую систему. На втором этапе. На третьем этапе к работе с этими данными подключается человек. Человек, у которого есть понимание предметной области. Он знает, что это за данные, и что теоретически из них можно выжать. То есть, проанализировав эти данные, человек строит какие-то гипотезы, может выдвинуть какие-то предположения о том, что можно будет сделать. И уже только на последнем этапе подключается ЛБР. Это может быть тот же самый специалист, либо ЛБР, который принимает решения. Мой доклад как раз про основу этой пирамиды, про первые два пункта. Начнем мы со сбора данных. Коля, дальше. Как вы знаете, в интернет-маркетинге используется огромное количество всевозможных источников данных. Это могут быть системы в аналитике, это могут быть системы размещения рекламы, это могут быть всевозможные код-трекинги, заявки, чаты, CRM-системы и прочее. И так или иначе, данные из каждой из этих систем нам необходимы для принятия качественных управленческих решений. Когда бизнес небольшой, когда источников данных не так много, когда уровень сегментации не такой большой для построения отчетности, можно применить простейший метод Ctrl-C, Ctrl-V. Зашел в одну систему, скопировал данные, вставил. В другую систему, скопировал данные, вставил. Опять же, когда бизнес небольшой, это будет занимать не так много времени. И, возможно, этот метод оправдан. Но что произойдет, когда бизнес начнет разрастаться? Ставцы колен чуть ниже. Первое. Время на сбор отчетности станет намного больше. Я видел ситуацию, когда менеджер собирает отчет 4 часа. Это довольно большой объем времени. Помимо этого, в процессе человека, который собирает отчет 4 часа, уже к последнему часу его котелок не варит. И вероятность того, что он совершит ошибку, она практически равна 100%. Ну и последнее, когда бизнес становится еще крупнее. В какой-то момент решает время, либо данные, и мы просто не берем часть данных, говорим, ну, отчеты, все равно данных сойдет, нормально. Отправляем. Компитолог вызывает вероятность, что мы принимаем наши решения на основе данных, которые не совсем достоверны. А, соответственно, и наши решения точно так же не совсем достоверны. Как же нам начать решать данную проблему? Давайте подойдем к ней система. Дальше. Сформируем системный подход к формированию отчетности. Коля, и еще чуть дальше. Как может выглядеть схема сбора этих данных? Так или иначе, любая система, которая занимается автоматизацией сбора, проходит через эти этапы. Этап 1. Источники данных. Мы определяем, какие будут источники данных, какие системы будут присутствовать. Второе. Как эти данные будут попадать в следующий пункт. Обработка и хранение данных. Обработка и хранение данных. Вопрос 1. Где будут храниться данные? Второе. Как данные будут сопоставляться? Вы не поверите, но несколько раз уже было такое, когда я и менеджер на проекте собирали отчеты. Один отчет, одни данные, разными способами, и данные расходились. Поэтому логика сбора данных должна быть прописана, и она должна быть одна и одинакова. Ну и последнее. Это блок визуализации данных. Опять же, где будут произведены визуализации данных, и какие методы визуализации будут использоваться. Какие для отчетов, графиков и прочее нам необходимы. Прежде чем отвечать на эти вопросы, наверное, стоит сформулировать цели и задачи. Коля. Давай сразу так. Я продолжу свой доклад на основе решения всего лишь одной цели, всего лишь одной задачи в рамках цели оптимизации интернет-рекламы. Задача будет звучать следующим образом. Построение сквозной аналитики для оптимизации размещения в Яндексе. Подсквозной аналитикой я понимаю то, что я буду видеть все данные от первого клика, от первого показа до реальной продажи, допустим, в интернет-магазине. Задачу сформулировали, пойдемте дальше. Определяем источники данных. Здесь все понятно. Яндекс.Директ для анализа расходов. Google Analytics, допустим, для анализа поведения пользователей на сайте. И какая-либо СРМ. В моем примере ритейл СРМ, но здесь может быть абсолютно любая СРМ. Источники мы определили. Пойдем дальше. Способы организации. Как раз зависит от того, какой способ организации мы выберем, будет разниться ответ на следующие вопросы. Пойдем. Можно выбить три способа организации. Продолжить собирать данные в Excel. Найти какое-то готовое решение. Ну и последнее, это построить отчетность в своей BI-системе. Начнем мы с разбора первого варианта сбора данных в Excel. Дальше. Все те же знакомые логотипы. Какие данные мы будем выгружать. То есть, первое. Мы уже не пользуемся форматом Ctrl-C, Ctrl-V. Мы используем выгрузки. Из Яндекс.Директа мы выгружаем название компании, показы, клики, расходы. Из Google Analytics значение UTM-меток плюс индивикатор транзакции. Из Retail CRM, ID транзакции и статус транзакции. Метод выгрузки точно так же ручной. Нам придется зайти в каждую систему и выгрузить эти данные. Второй вопрос. Как мы будем сопоставлять? Следующий слайд. Сопоставить их можно следующим образом. Яндекс.Директ и Google Analytics на основе названия компании и UTM-меток. Вероятнее всего, когда мы заводили рекламную кампанию, исторически у нас сохранилась таблица сопоставления. Какая UTM-метка и на кой кампании используется. Поэтому, добавив эту табличку, мы легко свяжем первый и второй источник данных. С третьим источником данных можно связать на edit-транзакции. Если у нас Google Analytics используется, идентификатор транзакции, который полностью повторяет идентификатор транзакции в CRM, то связать эти данные не будет проблемой. В итоге мы, зная всего лишь три функции Excel, сводные таблицы, WPR и форматировать как таблицу, можно собрать из этих данных довольно обширный отчет за 15-20 минут. Это намного быстрее, чем собирать это руками. Какие есть недостатки у Excel? Если вдруг мы захотим собирать не по кампаниям, а по ключевым словам, то неожиданно объем данных резко увеличится. А если нам еще надо собирать, допустим, в разрезе дня, то это уже безумный объем данных, и Excel начнет подвисать. Следующий момент в том, что все-таки сбор идет руками. Давайте перейдем дальше к следующему методу сбора данных. Визуализация будет тоже так же происходить в Excel. Мы будем методами Excel строить те графики, отчеты, которые нам необходимы. Перейдем к следующему методу сбора данных. Это использование готовых решений. Для того же самого Яндекс.Директора мы можем подключить, допустим, К50, систему автоматизации контекста. Конечно, отчетность — это не ее основная фишка. Основная фишка — это генерация автоматизации, но отчетность там тоже есть. Но какие у нас есть «но»? Первое. Источники данных остаются те же самые. Но как данные будут поступать в систему? Система К50 сама разметит нашу контекстную рекламу так, как ей удобно. Потому что процесс сбора данных для любого клиента будет одинаковым. Все данные должны поступать по единому шаблону. Что будет отвечать за хранение и сопоставление данных? Точно так же К50. Хранение будет происходить на их стороне. Логика сопоставления данных точно так же описана ими. И, допустим, если в случае с Excel мы решили сопоставить серая данные и данные из Аналитикса на основе индикатора транзакции, то в К50 такое практически невозможно. Ну и последнее. Визуализация данных точно так же происходит в рамках этой системы. Соответственно, мы ограничены их интерфейсом. Если вдруг мы захотим получить какой-то новый отчет, то нам придется связываться с системой и просить, чтобы они переделали всю их махину. Но главный плюс в том, что все это собирается автоматически. И мы перейдем к третьему способу. Это построение отчетности в бизнес-интеллижент-системе. Тут мы замещаем все плюсы первого и второго способа. У нас остается гибкость задания процесса сопоставления логики данных. Мы можем автоматизировать процесс сбора данных. Мы имеем в виду визуализацию данных. Ну и последнее. То, что можно автоматизировать, то автоматизируется. Что нельзя автоматизировать, мы можем загружать руками. Дальше будет представлен пример схемы. Дальше. В которой мы можем использовать источники данных вам знакомы. Что же в этой системе появились еще? Google BigQuery — это база данных, которая, профессиональная база данных, которая именно на это заточена. Опять же, здесь важный момент, почему-то у меня часто люди любят говорить, что это RealWeb, ты придумал. Нет, это готовое решение. RealWeb к этому не имеет никакого отношения. Точно так же, как и Tableau. На месте BigQuery может быть любая другая база данных. Здесь вопрос того, что лично мне приятнее работать с этим. Следующий компонент, который я уже назвал как Tableau, это система визуализации. Точно так же. Это готовое решение, которое есть на рынке, которое заточено под визуализацию данных. Чуть дальше я буду показывать примеры, как будут выглядеть отчеты в данной системе. Дальше. Ну и немножко про роль того. По сути, это и есть тот самый компонент BI в моей схеме. Что она делает? Она переводит сырые данные, которые хранятся в базе данных, в полезные, самое важное, полезные данные. В приятные для глаза таблицы, диаграммы, что там еще у нас было, графики. И плюс у чего появляется функция динамического изменения. Опять же, на примере я покажу, как это выглядит. Ну и преимущество в том, что практически все инструменты так или иначе имеют готовую интеграцию между собой. Где-то что-то придется дописать, но это не такие большие объемы. Обширное число встроенных методов визуализации у данной системы. Ну и мы можем возграничить данные по необходимости. Руководителю один набор данных, где не будет ничего лишнего. Для маркетолога большие объемы данных с огромными таблицами. Ну и не обязательно таблицами. Давайте пойдем дальше. Я покажу примеры. А, не покажу примеры. Еще небольшое отвлечение, которое касается построения системы. Есть ряд подобных камней, которые необходимо учесть при разработке системы и пользе этой системы. Первое, наверное, самое важное. Помните про достоверность данных. Если, много раз я видел, когда клиенты хотят, видят отчет в разрезе ключевых слов, О, было 10 кликов и не было рекламы. Отключаем. С точки зрения математической логики это никак не соблюдается. Если у вас большая семантика и не так много данных, ну, группируйте как-то. Предусмотрите в системе догруппировки. Предусмотрите в системе отброс недостоверных данных. То есть, чтобы не попадали, такая мелочевка просто не попадала вам на глаза. Следующее, данная система работает на основе тех данных, которые мы забираем из систем. Время от времени проверяете, а корректно ли эти данные попадают в систему. Не забыли ли вы поставить счетчик на мобильной версии сайта. Не режутся ли у вас у той метки. Потому что если проблема начинается там, она будет точно так же идти и на все остальные этапы. Уже многое сегодня звучало про учет космонавлияния на другие показатели. Да, мы можем распределять рекламу в Яндекс.Директе. Но, конечно же, мы хотим прямых продаж с Яндекс.Директа. Но не всегда Яндекс.Директ является финальной точкой взаимодействия. Так что смотрите другие модели атрибуции. Смотрите на то, как размещение рекламы влияет на рост брендового спроса. Смотрите, как размещение рекламы по конкретному товару влияет в целом на продажу этого товара, как в онлайне, так и в офлайне. Ну и четвертое, учитывайте другие факторы, которые могут повлиять на данные показатели. Может быть, в рамках нашей системы необходимо добавить сезонность, допустим, забирать данные из Wordstat и выводить их рядом в соседнем отчете, чтобы увидеть сезонность, и она объясняла бы основные изменения в конверсии. Ну, либо что-то другое. Ну вот теперь мы перейдем к примеру. На данном слайде есть ссылочка. Это публичный доступ к бемо-отчетам, которые мы разрабатывали. Там их порядка десяти. Я сейчас рассмотрю лишь три из них. Давай пока не будем переходить, потому что есть проблемы с интернетом. На текущий момент я покажу в виде скринов. Если будет интерес посмотреть, как это работает в динамике, подходить, я покажу за своего ноутбука. И давай пойдем дальше. Первый отчет — это примерно про ту историю, которую мы с вами рассматривали. Но только где используется чуть... Мне придется как-то прыгать перед экраном. Где используется чуть больше источников данных. Наверное, очень плохо видно. Я именно буду в целом пояснять, что за кусок, и что отвечает. Первый кусок — это таблица с разбивкой источник. Мы используем три источника данных в рамках данного отчета. Google контекст, Яндекс контекст и Яндекс маркет. Второй столбец в рамках данной таблицы — это группировка по типам компаний. Изначально у нас ее нет, но в рамках данного инструмента можно здесь группировать. Допустим, все компании, которые относятся к брендовым компаниям. Все компании, которые относятся к продвижению категории. Все компании, которые относятся к продвижению товаров. Ну и из следующих — это непосредственно компании, которые у нас были заведены в системах. Дальше идет набор стандартных показателей, которые мы можем выбирать сами. Ну и из интересного — это то, что расходы переведены сразу в единую систему измерений. Как вы знаете, Google Analytics не любит НДС и никак не учитывает агентскую комиссию. В то время как Яндекс.Дек наоборот все это учитывает. И так или иначе нам надо домножать данные из этой площадки на НДС и АК. Есть ряд расчетных показателей по типу ДРР. Ну и самое приятное, вот здесь переключалка, которая не очень видна. Это переключатель данного отчета от транзакций по Google Analytics к транзакциям из CRM. То есть одним кликом мы переключаем данный отчет, и у нас изменяются данные. И там мы уже видим реальную картинку с реальными продажами. Довольно быстро и без всяких проблем мы можем взять и перестроить данные отчеты. Допустим, добавить показатели по реальным продажам просто как отдельный столбец. Следующий слайд. Кликнув в области какой-нибудь источника группы компаний или компаний, график ниже перестроится в виде танденций. То есть мы увидим информацию, в данном случае по неделям, как изменяются показатели от недели к неделе. Ну и из еще приятных мелочей. Выбор диапазона дат, тип группировки, дни, недели, месяца и так далее, если нам необходимо. Ну и самые частые пользуемые фильтры. Оставить только данные из того или иного источника данных, оставить только данные из той или иной группы компаний. Пойдем дальше. Как я уже говорил, на продажи влияет не только то, как мы ведем контекст. Один из примеров – это товарный анализ, где мы анализируем, какие товары продаются и насколько эффективно они продаются. Реализация АБЦ-анализа, в кратинке пояснилось, что это такое. Мы видим две столбчатые диаграммы. Оранжевая – каждый столбик – это каждый товар. Высота столбика отвечает за общую сумму, на которую мы продали товар. Синенькая – это накопительные столбцы. Соответственно, если у нас первый товар порядка 5%, то на втором товаре он уже суммирует предыдущие 5% и с текущими 3% мы имеем 5%. Итак, по нарастающей мы видим, какую группу… В общем, мы видим принцип 80-20. В группу А у нас попали товары, порядка 10 товаров, которые приносят порядка 70% прибыли. В группу Б попали товары, которые приносят порядка 20% прибыли. И все оставшиеся товары – это группа С – товары, которые принесли меньше 10% дохода. Тут мы можем сразу… У нас сразу в голове щелкает. Так, чтобы реклама была эффективна, это значит, что по группе А у нас 100% должны всегда идти размещение во всех системах. И, проверяя наличие рекламы, мы смотрим в первую очередь по этим товарам. Группа С стоит проанализировать. А не были там товары, на которые мы возлагали надежды, что они будут подаваться. И если вдруг они остались в группе С, надо либо пересмотреть ценовую политику, либо маркетовую политику. Дальше. Еще один из примеров товарного анализа – диаграмма рассеивания. По одной стороне количество проданных товаров, по другой стороне сумма, на которой были проданы эти товары. Ну и мы быстро видим наши лидеры, которые генерируют нам основную прибыль. Видим, что где-то вот здесь есть зона товаров, которые несут довольно большой объем прибыли, но продаются не так интенсивно. Стоит задуматься, а можно ли мы начать продавать товары очень более активно. И пойдем еще один маленький пример. А далее, значит, вернемся наверх. Еще пару фишек этого отчета, в целом всего отчета. Можно взять, разбить и переключить по категориям, которые нам необходимы, как первый, так и данный отчет. Ну и пойдем еще один. Ну и следующий отчет, про который я расскажу, это когортный анализ. Кто слышал про когортный анализ? Да, 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 да. В данном случае постойно на базе данных только Google Analytics, то есть данная транзакция взята оттуда. Мы выделяем группу пользователей, которые пришли в определенный период времени, вот это одна когорта, они пришли с 7 марта по 13 марта. И в этот же период времени они принесли нам порядка 3 миллионов рублей. Дальше эта же группа, которая впервые пришла на сайт с 7 по 13 марта, но уже по следующей неделе, принесла доход порядка 700 тысяч. И так по убыванию, по убыванию, по убыванию, где-то мы видим зафиксировалось. По сути мы можем почитать по данному отчету ЛТВ данной когорты. Помимо этого данный отчет мы немножко модифицировали и добавить туда еще и дом, характеристику, которая описывает, до какого источника пришла та или иная когорта. Тем самым мы можем считать ЛТВ по конкретному источнику. Допустим, взять и вылить только пользователи, которые впервые пришли в период с 7 по 13 и только по органике. И тем самым увидеть, как приведенные нами клиенты ведут себя дальше. Ну и из функциональности данного отчета – это выбор даты первого визита, то есть когда пользователи пришли на сайт, это, соответственно, будет увеличиваться число строк. И дата транзакции, соответственно, мы можем посмотреть, допустим, сколько приносит пользователь только за 5 недель. Можно взять 3 месяца, если у нас эти данные накоплены. И еще из функциональности мы можем сделать большую детализацию, допустим, по месяцам, либо, наоборот, перейти в дни. Ну и на этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. И перед тем, как ты ответишь на вопросы, я прошу вас поприветствовать и задать спасибо нашему аналогу. Тут, наверное, будут вопросы про когонный анализ, да? Не совсем. Ладно, хорошо, первый вопрос. Слушай, спасибо за доклад, да, очень круто. Вы пользовались Google Play, Reddit, таблетов, да? Да. Да. Таблеты стоят очень много денег. Хороший вопрос про деньги. А можешь вернуть на схему, где... Давайте посмотрим, из чего вообще складывается стоимость продресса этих отчетов. Если вы находитесь в рамках своего бизнеса, то, да, придется покупать того, который стоит порядка 2000 баксов в год, и потом его обслуживание стоит порядка 300-400 баксов в каждый год в последующий. Мы для своих клиентов. Мы его купили для себя, а своим клиентам подаем только доступ. Доступ стоит порядка 500 долларов в год, и это уже не такая сумма. Второй источник трат — это BigQuery, но там выходят такие копейки, как там, на базовый отчет, который я показываю, который лежат у нас по ссылке, которую я показываю, но мы платим 3-4 бакса в месяц, но это смешные суммы. Основные затраты лежат именно в консалтинге, в том, чтобы продумать, как сделать отчеты, и это собрать, ну, и в программинге, если он необходим. О, о, а что скажешь на счет таких счетпотребных систем, типа Ройстата, Микспланова? Микспланова — это все-таки система веб-аналитики и… Да, это тоже можно нам не передавать. Шерпотребные, шерпотребные. Ну, давай, Ройстат. Что Ройстат? Ну, смотри, здесь, если мы в такой сфере, мы имеем свободу сопоставления данных. Мы можем взять и сопоставить по одной логике, и потом взять и передумать, сопоставить по другой логике. У ребят из систем склозной аналитики она строго задана. И в большинстве случаев тебе, я не помню, как именно эти системы, но где-то я видел, что тебе надо, чтобы соинтегрироваться с CRM, и тебе надо передать информацию, сколько было транзакций по всем у твоим меткам. Ну, то есть ты и так уже имеешь в себя внутри эту систему склозной аналитики, зачем тебе ее еще, передавать ее еще куда-то. Такая двойная работа. Сейчас еще последний вопрос, давайте, и пойдем дальше. Вопрос на самом деле простой. Вы используете только плоские таблицы для табло, или ладку выдачи тоже приходится поставить? В табло просто плоские таблицы, а дальше у всех не придется, но он может переходить в табло. Ой, друзья, хотелось бы у меня оказаться вот там вот внутри этой фотографии, и вот хотя бы погонять эту девушку, я не автор, кто автор? Кто сказал, что он автор? Полетели туда на автор, говорят. Автор, да? Тут автор? Это фотография. Давайте не будем останавливаться на достигнутом. И я хотел бы сказать спасибо Гиме Лазареву, и надеюсь, что вы тоже скажете спасибо Гиме Лазареву.